Люди решают здесь все. Пустя короткий промежуток времени, выручка увеличилась в два раза. Самое сложное, наверное, были кризисы в нашей стране. Привет! Это проект «По сути дела» и я, Ксения Ильиных. 10 декабря завершился третий поток «Бизнес-акселератор Удмуртии». Это программа ускоренного развития для предпринимателей республики. Одним из 106 участников потока стала крупнейшая мебельная компания «Найди». Сегодня узнаем, как они начинали, какие трудности преодолевали и чем помогал «Бизнес-акселератор». Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как все начиналось? В далеком 1997 году мы начали производство шкафов-купе с импортных комплектующих. Но год спустя начался в стране кризис 1998 года. Доллар сильно вырос, и компания задумалась о том, чтобы начать собственное производство комплектующих для шкафов-купе и наполнение для этих шкафов-купе. И уже в 1999 году было запущено в производство свои комплектующие, своя фурнитура. И на тот момент на рынке России был единственный производитель, который производил профиль для шкафа-купе. Самое сложное, наверное, были кризисы в нашей стране. Когда комплектующие, которые надо применять в мебели, потому что все не производятся у нас на территории России, резко дорожали в цене, а проекты, заказы клиентам надо исполнять. И они приняты были по одним деньгам, а надо потратить больше. Пропадали вообще из страны в продаже какие-то вещи. То есть это постоянная зависимость от партнеров, от поставщиков. Как происходит процесс производства самыми простыми словами? Чтоб я поняла. Это очень сложно рассказать простыми словами, но вот все таинство начинается на этом участке. Это пильные станки, они делают раскрой материала. То есть приходит такой большой лист, и благодаря ручной настройке мы делаем заготовки на этих станках. Дальше деталь перемещается на кромкооблицовочную линию. Линия итальянская, бренд СЧМ. Такой надежный, мировой лидер в этой отрасли. Все настраивается на дисплее. Оператор ставит заготовку, заготовка выходит уже готовая. То есть это важно с точки зрения безопасности. То есть торцы должны быть закромлены, чтобы не было выделения фенолформальдегидных смол. Далее идет процесс сборки. И в этом, наверное, основная изюминка нашей компании. Каждое изделие обязательно происходит контрольная сборка. То есть сборка происходит в цеху, выявляются все недочеты. То есть собрав на месте, мы получаем гарантированный результат. А в чем секрет этого качества? Персонал или, ну, кроме материалов, понятно, что материалы, допустим, привозят из-за границы. Персонал, который работает? Здесь без всякой скромности скажу, что люди решают здесь все. Наши компании, производства, текучки в кадрах, ну, даже ни одного процента нет. То есть люди работают уже и 10, и 15 лет. То есть мы нанимали персонал, ну, когда росли, и, в общем-то, все сотрудники до сих пор работают. В нашей компании каждый день сотрудник, сборщик, там, монтажник получает разное задание. Сейчас мы находимся в одном из наших салонов, в торговом центре «Азбука ремонта». Вот, здесь экспозиция конкретно для работы дизайнера с клиентами. Клиенты у нас более, там, 70% возвращаются. И довольно-таки часто работа происходит с постоянными уже клиентами. Расскажите, пожалуйста, про свой опыт на акселераторе. До начала учебы на акселераторе мы планировали закрыть один из салонов. Но благодаря учебе, благодаря акселератору, подчеркнули ряд инструментов, по-новому взглянули на существующую ситуацию и решили этого не делать. Спустя вот короткий промежуток времени урочка увеличилась в два раза. Почему приняли решение участвовать в акселераторе? Поняли, что топчемся на месте. Нет навыков, каких-то действий, нет какой-то активности, ходьба по кругу. На акселераторе просто расширили свое понимание ситуации рынка. Благодаря таким, я бы сказал, крутым спикерам, которые имеют и опыт, и посоветовать даже могут кое-чего. 15 лет назад, когда я только открывал свой бизнес, у нас не было никаких образовательных курсов. И все шишки я набивал самостоятельно. Сегодня есть бизнес-акселератор. Это максимально такая прикладная программа, где по-шагово учат управлять компанией, учат управлять своим бизнесом. Возможно, да, люди и после прохождения акселератора будут делать правильные, неправильные шаги, но мы думаем, что их от банальных каких-то неудач мы их тем самым спасаем. После практических занятий наши участники акселератора сразу же внедряют все свои знания вместе с нашими трекерами на своих компаниях. И вот только это дает рост. Потому что одно дело как бы рассказать, другое дело послушать, а третье дело все внедрить. Сегодня с бизнесом работают на всех этапах. От момента регистрации и ПО за один час до масштабирования и выхода на экспорт. Я думаю, это то, чем каждый должен воспользоваться. Итак, что такое бизнес-акселератор Удмуртии? Это три месяца обучения. Девять практикумов по различным темам. От продаж до управления рисками. Стажировки в федеральных компаниях от Кока-Колы до Мегафона. Целью программы является увеличение прибыли компаний, а также выход на новые рынки и открытие новых направлений в бизнесе. По сути дела, моя работа в компании Найди, собственно, является моей жизнью. Потому что она соответствует моим принципам, которыми я руководствуюсь. Неважно, чем вы занимаетесь. Производите чипсы, мебель или кофе. Поднимайте сельское хозяйство или придумывайте инновационные оконные фильтры. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку. Она может быть в виде денег, гарантий, консультаций или обучения. За пять выпусков проекта мы увидели, что с помощью мер поддержки любой бизнес может больше. И наши герои тому подтверждение. На любой стадии каждый может получить гарантированную поддержку. С вами был проект «По сути дела» и я, Ксения Ильиных. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...